Уважаемый слушатель, предмет основы железнодорожного транспорта, тема лекции «Организация движения поездов». План лекции, значение графика и требования, предъявляемые к нему, классификация графиков. На железнодорожном транспорте движение поездов осуществляется по графику основному нормативно-техническому документу, регламентирующему работу всех подразделений по организации движений поездов. График движения выражает план всей эксплуатационной работы железных дорог и является основой организации перевозок. В соответствии с ПТЭ, график движения поездов должен обеспечивать удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов, безопасность движения поездов, эффективное использование пропускной и провозной способности участков и перерабатывающей способности станции. График движения поездов обычно строят на стандартной сетке с масштабом времени 5 мм равен 10 минутам и масштабом расстоянии 1,5 мм на 1 км. На сетке каждый час разделен вертикальными линиями на 6 10-минутных интервалов. Линии движения нечетных поездов наносят сверху вниз, а четных – снизу вверх. В точках пересечения этих линий с осями раздельных пунктов проставляют время прибытия, отправления или проследования поездов. Цифру, указывающую число минут сверх целого десятка. Чтобы уяснить, как читается график движения, мы просим обратить внимание на рисунок. На данном рисунке показан однопутный график движения поездов и двухпутный график движения поездов. Разница в этих графиках на однопутных линиях обязательно встречный поезд останавливается, пропускает поезд, который двигался ему навстречу. После прохождения через станцию продолжает свой путь. На двухпутных же графиках движения поездов поезда встречного направления могут пересекаться на перегонах или даже на станциях. На основе графика составляют расписание движения поездов, в котором указывают время прибытия, отправления и проследования поездов для каждого раздельного пункта. Графики движения поездов классифицируют следующим образом. В зависимости от скорости движения поездов различают параллельные и непараллельные графики. При параллельных графиках поезда каждого направления следуют с одинаковой скоростью, поэтому линии их хода параллельны друг к другу. В обычных условиях эксплуатации движение происходит по нормальным графикам, так как пассажирские и грузовые поезда движутся с разными скоростями. По числу главных путей на перегонах графики подразделяют на однопутные и двухпутные. В первом случае главный путь используется для движения в обоих направлениях, и скрещение поездов может происходить только на станциях и разъездах. Во втором случае как на перегонах, так и на станциях. По соотношению числа поездов в чётном и нечётном направлениях различают парные графики, когда это число одинаковое, и непарные в противном случае. В зависимости от расположения поездов попутного следования графики могут быть пакетные или частично пакетные. При пачечном графике поезда движутся друг за другом с разграничением межстанционным перегоном. При пакетном графике поезда следуют пакетами с разграничением в них поездов, временем или блок-участками. На данном рисунке можно увидеть график движения поездов пачечного типа и пакетного типа. Уважаемые слушатели, дополнительную информацию вы можете получить в предлагаемой вам литературе. Спасибо за внимание.